Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор на модель от компании ACM, модель под номером 35-330. Модель Leaf Tractor, немецкий, скажем так, легкий танк. Ну, также его называли трактором, называли, потому что по условиям Версальского мирного договора, в Германии запрещалось иметь собственный танковый парк, именно поэтому машину в целях дезинформации и планировалось выпускать под видом трактора. Вот такая небольшая, краткая экскурс-история. Давайте теперь к нашей модели. Красивый, красочный буксет. Один пакет светильниками, инструкция и декаль. Начнем с декали. Покажу поближе сейчас. Вот. Декаль у нас выполнена на новой бумаге, бумага очень хорошего качества, прекрасно переводится, приклеивается. Инструкция выполнена в виде жена, формата А4, первая страница глянцевая, все последующие матовые. Первое, что у нас, технические характеристики танка, так дальше, номера красок. На первом развороте у нас показаны литники. И пошла сборка модели. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что инструкция выполнена очень подробно и не доставит проблем при сборке. Гусеницы виниловые, но и на прототипе они также были резиновые. Каждый шаг подробно описан. Ну и варианты. Варианты одинокраски. Это у нас Германия, 1905 год. Дальше, пакет с литниками. Так, первый у нас литник. Тут у нас получается есть детали округлой формы. Хотел бы обратить на качество литья. То есть, никаких там стыков пресс-формы или каких-либо дефектов. На мелких деталях нету. На деталях корпуса также прилиты очень хорошо и качественные толкатели на внутренних частях элементов. Так, далее. В пакете один литник остался, хотя с прозрачными деталями. Дальше. О, даже три одинаковых литника. Абсолютно одинаковых, поэтому остановлюсь на одном. Так. Ну, тут большое количество мелких деталей. Каких-либо дефектов на данном литнике нет. Никаких не стыков пресс-формы, каких-либо других дефектов на данном литнике нет. Дальше. Следующий танк будет простой в сборке и в окраске, и в сборке, потому что сам прототип был очень примитивный, скажем так. Кстати, этот танк еще известен тем, что он в одной очень популярной игре есть. Это танк первого уровня. Я думаю, тот, кто развивал немецкую ветку, обязательно ездил на данном танке. На этом литнике также все хорошо и чисто. Далее винил. Винил компонент съем очень хорошего качества. Много кабинет собирал. Вот так вот. Четыре такие ленты у нас. И тут что у нас? Проливка шикарная у лент. То есть все-все видно. Все красное видно. Сделаны они отлично. Дальше еще один. Это наш литник с прозрачным пластиком. Не знаю, честно скажу, куда он пойдет. Скорее всего фара какая-то. Но тут, что тут сказать. Смотреть туда не надо. Скажем так, это не какое-то остекление. Но если это фара, то через него будет все прекрасно видно. Кстати, если это фара, то можно сымитировать лампочку в самой фаре и будет классно, кстати, смотреться. Вот. Давайте завершим этот обзор. Модель очень хорошая. Модель качественная. Уже в интернете присутствует большое количество сбора данной модели. Потому что эта модель одна из самых ожидаемых была в этом году от компании CM. И я думаю, что если вы собираете 35-й масштаб, эта модель обязательно у вас должна быть на полке. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok